Долгожданные работы по расширению городищенской горки стартовали в Брянске в середине мая, после того, как снесли 4 частных дома. Их владельцам выплатили компенсации на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Сейчас будущая дорога обрела очертания. В настоящее время, как мы с вами видим, происходит отсыпка песчаного слоя дорожной одежды. Перед этим был произведен огромный объем работы по выемке старого грунта. Основные трудности из-за большого количества коммуникаций. Для их переустройства необходимы узкопрофильные специалисты. Переустройство контактной троллейбусной сети составляет порядка 15% от общего совокупного объема, выделенных на реконструкцию данного объекта. Это 6 миллионов 700. Данные опоры будут устанавливаться и бетонироваться в данных железобетонных кольцах. После набора прочности бетона будет выполнено переустройство контактной троллейбусной сети. Работы, которые не видны проезжающим мимо автомобилистам. На 60% готов новый водопровод. На меня надо. Инкипетром 10. Вдоль улицы Бежицкой и на спуске городищенской горки рабочие устанавливают подпорные стенки. При стесненных условиях строительства это необходимость. Подпорная стена, чтобы грунт не оползал нашим любимым соседям. Не за горами и строительство ливневой канализации. Сейчас для этого закупают трубы. В целом, на первый этап реконструкции городищенской горки предусмотрено 40,5 миллионов рублей. Сколько воды утекло? О необходимости расширения городищенской горки начали говорить еще лет 10 назад. Теперь ждать осталось совсем немного. Уже к ноябрю вместо бутылочного горлышка будут 6 полос. Дорогу расширят до 22 метров. При этом, во время укладки асфальта спецтехника будет работать преимущественно в ночное время. Так что перекрывать участок не придется. Даже при стыковке нового дорожного полотна к основному. Затем начнется второй этап – расширение улицы Объездной. И здесь тоже не обойтись без принудительного выкупа земель для нужд города. Екатерина Карманова, Иван Зюрев, События Брянск. Продолжение следует...